Всем приветушки! Знаете, что я сегодня решила приготовить? Приготовить решила вареники с луком и с яйцом. Яйца отварила, лук намыла, начистила. Приступаем! А, еще я и тесто приготовила своими ручками. Тесто, мука, вода, соль, одно яйцо. Вот у меня такая штука помощница есть. Сейчас мы быстро все это пропустим дело. Вот. Я немножко поспала сегодня. Рано, рано встала на работу, но это было сегодня рано. Вот. Пришла в обед, покушала, повалялась, стирку закинула, отыщила, развесила и подремала часок, даже чуть больше. Хорошо себя теперь чувствовала. Силушки прибавились, богатырские. Вот так вот. Вот так вот мы все это сделали дело. Далее. Замнемся луком. Просто мелко его покушим. Тареньки с луком, с яйцом у меня едят все, кроме моей маленькой младшей дочери. Идет ей, наверное, отдельно картошечку нажарить на ужин. Ну, не ест у ребенка. Не всеядный. Ваши дети, наверное, тоже не все ест. Дети они такие. Старшая все ест. А младшая не очень. Вот, вчера, кстати, мне ее привезли с деревни, родители мужа. Убежала сейчас на тренировку, на танцы свои. Соскучилась, говорит, по танцам. За неделю набралась там сил в деревне на свежем воздухе. Целый нямень там с подружкой гуляли. И с собачкой нашей деревенской. Деревенской. О, ядреный. Вроде зеленый. Перья. Что-то попалось. Засохший. Погода подмородила. Но мы ждем весну. Не отчаиваемся. Сейчас буду плакать. Водичку поставила уже на огонь, чтобы вареньки варить. Сейчас мы быстренько слепим. О, я плачу. Смотрите, плачу. О, я все обрыдалась. Я не могу. Ну вот, сюда добавим сейчас соли. И масло растительное. И масло растительное. Вареньки такие вот с луком с яйцом. Вкусное, сытное. Можно сказать, диетическое блюдо практически. Там, в принципе, ничего такого и нет. Белок, зелень. Немного теста не повредит. Ну и дорожевое, естественно. Ну, я не на диете, я так говорю. Почему бы нет? Вот такая красота получается на чём-то. Так, сейчас я ручки помню. Вот досочку мукой присыпала. Сюда будем класть готовые варенки. Ну, в смысле, слепленые, не вареные. Естественно. Так, поехали. Приступаем. Тесто. Можно раскатать длинное, ой, длинный, говорю, большой кусок теста. И из него вырезать кружочками. Ну, я делаю вот так. Раскатываю колбасочку. Делаю такие вот маленькие кусочки. Из этих кусочков я уже буду лепить шарики. Шарики раскатываем вот так вот. И накладываем туда начинку. Так, мне нужна маленькая вошина. Яйцо положила, потому что у меня мука не очень хорошего качества я купила. Ну, надо её прикончить. Вот. Чтобы у нас тесто, так сказать, совсем не расклеилось в воде при варке. Вот. Вот такой вот. Я делаю вот такие, не умею вот эти красивые. У меня муж хорошо делает такие красивые завитушечки, вареники. Но муж сейчас на работе, помочь мне не может. Вот. Мужчина должен зарабатывать денежки в доме. Я вот пока приготовлю. Ну, и вот так весь процесс. Не поленитесь, попробуйте, это очень вкусно. Ну, многие, наверное, делали такие. Да можно с картошкой, с картошкой с грибами. Причём грибы, если это сушёные, предварительно сначала отварить, потом пожарить с лучком на сливочном масле. С картошкой, картошкой, картофельным пюре добавить. Вот. Получается, с картошкой, либо с картошкой с грибами. Можно с творогом сладкий. Ещё я люблю такие же вареники с луком зелёным, только с творогом. Туда соли добавляешь. Обожаю такие вареники. Только их нужно есть не горячими, а, ну, даже лучше холодными. Туда сливочного масла, как только их выбавишь, он растопится. Такая вкуснотища. Вот. Да, разное можно делать, с вишней, с чём угодно. На что фантазии хватает. Но это всё вкусно. Вот. Вот такие вот штучки у нас. Извините, мне звонят. Пришло время закидывать вареники. Вот сейчас первую партию, 15 штучек, закину в кипящую воду. Я её уже подсолила. Вот они сразу же всплывают у нас, хорошечки такие. Снимите, пожалуйста, вот. Вот видите? Буквально вот 5 минут и готово. Я пока они варятся, уже успею слепить вторую партию. Вот так. У меня партии 4, наверное, получится. Всё. Всё получилось. Сейчас будем пробовать. Вареники я маслом тут, а не маслом сливочным смотрела. Они мне уже остыли. Все что-то мне звонят, звонят, болтаем. Уже холодное я даже. Ещё дочка приходила, старшая поела. Всего было 45 штук. Но это очень вкусно. Вот такая вот начиночка. Тесто тоненькое, прозрачное. Очень вкусно. Так что готовьте, с любовью, не ленитесь. Кормите себя и близких. Объюдение. Сейчас поем, пойду к картошке пожарю. Для моей маленькой. Всем приятного аппетита. Пока-пока.